Вопросы о том, что у нас в плену В России сегодня в плену находятся 30 граждан иностранных государств, недружественных, сегодня нам, России, совсем недружественных стран, которые воюют против нашей страны на стране вооруженных сил Украины. И я думаю, что Путин сделал гениальное по своей простоте и глубине предложение. Он мог бы это не говорить на коллегии ФСБ, потому что тут, если Путин решил от них, от этих генералов, уважаемых многих, очень даже уважаемых генералов, вообще ничего не зависит. Путин предложил, судя по всему, это наша гипотеза, питаемся слухами. Но, судя по всему, Владимир Путин предложил потребовать обмен 30 наемников на граждан Российской Федерации, которые, цитата, обвиняются в преступлениях террористической направленности, но скрываются в западных странах, а Россия получает отказы от их эстрадиции. И я сразу подумал о Сергее Пугачеве, о Михаиле Фридмане, Петре Аване, о наших миллиардерах. Господи, как просто. И в этом Путин гений. Я прошу понять меня правильно, а главное услышать. И в этом Путин гений. Вызвать оттуда сюда под суд Фридмана, который вкладывает миллиарды, руководитель Альфа-Банка, в России, выросший и в России поднявшийся, в России ставший миллиардером, Фридман, который сегодня вкладывает деньги в Зеленского, Аван, который когда-то был, ну и с не товарищем Путина, но во всяком случае Путин к нему имел, так сказать, неосторожность приезжать на дни рождения, уже став, ну, в тот год он был, только-только стал президентом, и на дни рождения Авана тост говорил, Аван сегодня тоже, то в Привалтику, то в Украину, там свои отношения, или Пугачев, который привел Путина к власти сегодня, чтобы спасти свои хоромы, да и миллиарды заодно оставшиеся, выведенные куда-то туда, спасти их от возможного ареста уже там, как человек близкий к Путину, который плевает у Гордона Путина, как только может, поменять этих граждан, миллиардеров, на пленных, наемников, а многие страны, Америка в том числе, так устроена, это делает им честь, что для них каждый гражданин и гражданин с их паспортом в руках на вес золота, каждый, это святое дело, их оттуда сюда, а наемников, попавших в плен туда, как просто, как легко, как красиво, как ужасно, вот сейчас Пугачев-то спать перестанет, я предполагаю, что он у Гордона о каждом из нас еще много чего расскажет, какие мы шлюхи, это ты, Пугачев, гнида и шлюха, миллиардер хренов, я привел Путина, я был близок, я все делал, я все знаю, я все знаю об этих преступлениях, только я молчал 20 лет, а сейчас, спасая бабки и спасая себя и свои хоромы, дворцы на Лазурном берегу и в Италии, у Гордона желчную изливаюсь, сволочь последняя, в обмен, о, пацаны это попали, не ждали, еще раз, 30 иностранцев, в обмен на 30 наших миллиардеров, они же подонки, по поведению своему чистой подонки, и уж точно предателе Родины, как просто, у меня все-таки есть мозги на самом верху, или Путин сам, или Путин с кем-то, мне без разницы, мне этот проект по душе, я хочу видеть Пугачева в России, очень хочу, у меня к нему вопрос, о кораблях, о его компании, о нем, о пострадавшем, как о Ходорковском, 72 трупа, серийные убийцы, фильм Ходорковский труп у нас на канале, вот что-нибудь опроверг Ходорковский, а он писал мне письмо, то есть не мне, а если мне, Марьяне Максимовской, после первой серии Ходорковские трупы, во многом, как ни странно, признался сам, того не понимая. Вернитесь в Россию, убийцы. Ходорковского судили не за трупы, невзли на его замы судили, кто дал бабки в прокуратуре, что к невзлиным все вопросы о крови, про кровь, к Пичугину, их начальник охраны, но не к Ходорковскому, руководителю этой шайки, это что же Ходорковский, 72 трупа за ними, а он не знал об убийствах, что ли, рэбе этот, подонки, с гордой мордой на шее, что Пукачев, что Ходорковский, они очень похожи друг на друга. Поменять их на наемников западных стран, господи, прости, Александр Васильевич Бортников, сделайте это. Ну и Чубайса сюда же, в эту компанию. Он пока не инагент, но к нему тоже вопросов очень много у моего народа, у моей страны. Почему такая светлая мысль, гениальная, к власти у нас очень много вопросов, там мало гениального, а вот это ход. Мы вам ваших, а уж вы нам наших. Неотвратимость наказания. А заодно вопрос будет, откуда миллиарды, Пугачев, Ходорковский, конечно, какие-то бабки там процветают, Чубайс, Аван, Фридман. Вся эта сволота. Отдайте нам сволоту. На радость народу. Господи. Если бы этот проект получился. Проект века, так сказать. И пусть американцы откажутся от своих граждан в обмен на наших этих вот миллиардеров. Это тоже будет интересно, как они Конгрессу Байден тот же объяснят, почему они за Фридмана или там в Великобритании их правительство за Фридмана с Аваном держатся, или за Пугачева, как за соломку. Колос на глиняных ногах. Мальчики расплата приходят. Не ждали. Опять Путин вас переиграл. То вы узника, как Ходорковский. Ах, я ни за что мне компанию отняли. Ты убийца, Михаил Борисович, уж извини. Подай на меня в суд, где хочешь. Давай в суде встретимся. Я с фактами, а ты со своими бабками. Поглядим, что получится. Я готов, мне интересно. Не ждали. Растеряны. Офигели. И отдельное спасибо Эрнст, Добродеев, Громов, их начальник администрации президента, об этом предложении, если оно действительно прозвучало, а мои источники, я думаю, не врут, на коллегии, на коллегии ФСБ. Это вам подсказка дуракам. Давайте орите, что караулов из ФСБ. Да хоть откуда. Главное, чтобы вы здесь оказались с вашими миллиардами и рожами. В России, мальчики, надо жить долго и лишний раз думать, как вам говорить о моей стране, о России, как вы сейчас говорите от большого ума или все же попридержать язык за зубами, если вы воры и убийцы, а вось про вас забудут, а вось вы потеряетесь на просторах планеты. Гениальная идея нашим идеологам и Кириенке, их начальнику, и Громову отдельное спасибо. Они молчат, а предложение о какое у Путина о каждом. Их 30, и вас 30, у вас меньше. Живилы там еще, ну наберется человек 20, господи боже мой. Да если они отдадут только одного Чубайса с Ходорковским, он еще бы хотел сбежавшего Хлопонина сюда из вице-премьеров Яши Оринсона, он еще жив у вас, Козырева, он живой и нету, помер в Майами. Да-да, наш министр на странных дел, к нему тоже вопросов, во сколько. Ого, и не только у правоохранителей, главное у нас уже, у журналистов. А еще Фридмана Савана. В России надо жить долго, а вось мы до чего-нибудь справедливого действительно доживем. до чего-нибудь. До чего-нибудь в baru